К нашему эфиру присоединяется Геннадий Гудков, политик-оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке, депутат Государственной Думы Российской Федерации 2001-2012 годов. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, Геннадий Владимирович. Да, ну будем надеяться, что оно доброе и принесет нам добрые новости. Будем надеяться. Это в вашей тематике. Да, будем надеяться. Да, да. Вы думаете, так быстро это может произойти? Ну, кто знает. То, о чем мы так мечтаем и хотим вас спросить. Чем хорош госпереворот, что он всегда наступает неожиданно, и мы узнаем о нем уже утром или ближе к ночи. Ну, как вы думаете, в этот раз не зря сполошилась вся путинская охрана и устраивает учения в Москве? Там, говорят, даже уже до арестов дошло. Нет, ну сполошились-то они не зря. Понятно, что вся элита находится в состоянии крайнего возбуждения и шока. Понятно, что они потеряли среди. Если мы не берем страдающие сейчас от убийств, бомбежек и ракетных ударов в Украину, то наиболее пострадавшая страна после украинцев, безусловно, является путинская элита. Потому что она-то потеряла практически все. Она, видимо, потеряла даже больше, чем оппозиции. Оппозицию просто лишили страны, вот ту, которая успела уехать. Я не говорю о тех, кто сидит в термии или кто убит. Вот они-то потеряли будущее полностью. Они это очень хорошо понимают. Поэтому, конечно, Путину следует опасаться своих же собственных. Но он сейчас никого не боится, кроме своих. Вот только у него главный страх перед своими. Отсюда все эти учения. Поэтому вот если кто его свергнет, то самый ближний круг. Или там второй круг. Вот примерно так. Кто вот имеет возможность, какой-то доступ к нему, какие-то ресурсы, это вот либо первый, либо второй круг. Даже не третий. А каким образом это может произойти? Вы сейчас начинаете... Это начинается гадание на кофейной гуще. А что означает вот этот рисунок? И будет там суженый в день какой-нибудь там или не будет? Это может произойти как угодно. Может упасть кирпич на голову. Может приступ какой-нибудь болезни случится. Да все что угодно. А может ничего не случится. Понимаете, в том-то и беда, вот эти государственные перевороты, что они бывают удачные, неудачные. И что они просто бывают и иногда не бывают. Ну вот тот же Фидель Кастро, который должен был, по идее, так сказать, свергнут силовым путем, да? Он прожил всю свою жизнь и спокойно умер в больнице, так сказать, поизмывавшись над страной в течение практически там сколько лет? Ну, почти 60 лет. Вот и никому ничего не удалось сделать. Гитлера не смогли убить, хотя пытались много раз. Но и много, этот перечень можно продолжать дальше. Практически все упыри и диктаторы являются объектами, в том числе своих устремлений криминальных, так сказать, или там освободительных своих же собственных элит. Но эти элиты не всегда могут подобраться. Поэтому мы с вами сейчас говорим о вероятности государственного переворота, что он может быть. Но так же может, к сожалению, и не быть. Хотя и для мира, и для Европы, и для России, и для Украины для всех это самый лучший, самый мягкий, самый безболезненный вариант, если мы берем все остальные, сравнивая с ним. Геннадий Владимирович, ну, не сомневаемся, что Путин хотел бы, наверное, скорее всего, повторить судьбу Кастро, но для этого ему нужно сделать практически невозможное. Проиграть войну в Украине, преподнести ее как победу и остаться в кресле. Хоть малейший шанс на осуществление этого, такого сценария, вообще у него есть на сегодняшний день? Нет. Или все-таки исход уже его предопределен? Нет, 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 ну давайте так, вот давайте. Вот мы сейчас так понимаем, как бы исходя из логики нормального человека, что исход предопределен, а Путин это не понимает. И вообще он себя ведет достаточно уверенно. Он своим окружающим, ближайшим говорит, ребята, не бойтесь, там есть более точное слово. Значит, не бойтесь, все пока нормально. У нас огромные ресурсы мобилизационные, у нас на всю мощь запущен оборонный комплекс. Ну да, нам каких-то микрочипов не хватает, но нам хватает брони, взрывчатки, стали и так далее, для того, чтобы меди, для того, чтобы делать снаряды, мины, для того, чтобы клепать стволы пушек, для того, чтобы какие-то машины шли в бой и так далее и тому подобное. То есть это он говорит своему окружению. Все идет по плану, они не выдержат. У нас ресурсы надолго, долго они не выдержат. Вот Европа замерзнет, Украина устанет, мы ее заморозим. Люди не смогут все время жить в этом кошмаре. Кончится терпение у республиканцев каких-нибудь в Соединенных Штатах Америки. Что-нибудь произойдет в мире, типа там нападение на Тайвань. Не волнуйтесь, все нормально. Я с вами, со мной не пропадете. Примерно такую мандру он повторяет для своих окружающих. Конечно, он их ругает, конечно, он разносит, конечно, конечно. Но в целом он выступает вот таким вот успокоителем своей элиты. Не волнуйтесь, мы прорвемся. Вот, собственно говоря, его сейчас нынешний посыл. Я понимаю, что, наверное, по-другому вести себя нельзя. Но он ведет себя сейчас так. То есть он постарается не показывать на публике ни свою подавленность, ни растерянность, ни страх, ни какие-то там другие эмоции. То есть он старается вот показать, что он... Ну что, все нормально? Да нет, мы додавим. Да не волнуйтесь, мы додавим. Да что у нас, посмотрите, у нас там мобилизационный ресурс 20 миллионов. Да мы их начнем в бой бросать, да не замучат их убивать. Да они, так сказать, там ничего там не сделают. Народ здесь, мы не боимся, мы его создали армию в миллион с лишним человек, который его подавляет. Любое выступление, любой выход на улицу мы подавляем, так сказать, и там никто не пикнет. При Сталине все молчали, все 200 с лишним миллионов молчали. Сидели, так сказать, тихо дрожали, как осиного листа, сидели. Никто не выступал, никто не выступал. Хотя посмотрите, полтора миллиона расстреляли, 20 миллионов отправили в ГУЛАГ, там 2 миллиона из них погиб, каждый десятый. И никто ничего не вякнул. Поэтому чего вы все, не волнуйтесь, ребят, все будет нормально, я вам гарантирую. И ребята пока сидят, но не все, конечно. И они понимают, что и с Путиным им не по пути, у них нет будущего. А без Путина точно нет будущего. И вот они сейчас поставлены перед такой альтернативой. И тут плохо, между ужасно-ужасно и слово ужасно. Два, так сказать, две опции. Ужасно-ужасно или ужасно. Чего выбираете? Поэтому они пока ничего не убирают. Наверное, кто-то что-то думает, наверное, кто-то о чем-то там задумывается. Я бы, конечно, призывал футсовщиков не упускать такой возможности. Но уж если вы не хотите там марать руки табакеркой или чем-то еще, ну, заварите просто дверь в бункер, отключите связь, и пусть он там сидит до скончания века. А власть надо менять, конечно, в России. Вот. Ну, собственно говоря, и тут не надо сомневаться, даже чтобы кто-то сделал, это будет просто мировой герой. Это человек, которому будет вручена Нобелевская премия мира, почет и уважение на все оставшиеся, на все оставшиеся столетия, которые человечество проживет без риска быть уничтоженным. Ну, собственно говоря, вот так вот. Поэтому мы с вами чего сейчас говорим? Конечно, там кто-то не допустит. Ну, узкий, как это мы, к сожалению, шутим, узкий круг ограниченных лиц. Это какие-то высокопоставленные генералы, это первые, так сказать, приближенные среди министров, ну, какие-то люди, которые к ним вхожи. Это, конечно, ФСО, его охрана, его там челядь и так далее, и тому подобное. Это, конечно, кто-то из родственников. Ну, вот, собственно, этим кругом лиц и ограничивается общение обнуленного в бункере, по большому счету. Потому что все остальное театральные постановки. Кто-то там встречается с стюардессами, которых нет, которые, так сказать, сняли пленку отдельно с стюардесса, отдельно с ним. И рука проходит сквозь микрофон, как в фильмах, так сказать, там, про привидения и про невидимых. Поэтому все остальное это вот как бы театр. Куда-то там выезжает, чтобы люди видели, что он еще жив, здоров, что он еще сам ходить может, что еще можно что-то говорить. А так, в основном, конечно, его общение сокращено до минимума. И вот вы там спрашиваете своих, или политологи ваши говорят, что там ФСОшники стоят. ФСОшники пьют. По крайней мере, вот у меня есть там некоторые люди, которых имеют знакомых, ФСО, занимающихся охраной безопасности Путина. Они пьют, потому что их там сначала замотали карантинами, когда-нибудь там бесконечные карантины, без семьи сидят, без контакта, без друзей, без всего там, чтобы похоронять обнуленного, там с ним какие-то куда-то его сопровождать. Они, конечно, находятся в стрессе. Многие правильно там почувствовали, что ФСОшники находятся в стрессе, пытаются их там из этого стресса вывести. Но я не знаю, получится это или нет. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Поэтому ФСОшники, конечно, сейчас такая серьезная миссия. Они могут войну продлить, они могут войну прекратить, они могут помочь миру установиться. Ну вот, не знаю, понимают ли они свои исторические ответственности, моральные ответственности перед всем человечеством. Надеюсь, что кто-то понимает. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее. Нам что с вами остается? Надеяться на лучшее, следить за симптомами, смотреть, что там происходит в Москве. Другого пока у нас варианта с вами нет. Ну, я имею в виду, помимо того, что, конечно, вооруженные силы Украины продолжают свою героическую работу, и дай бог, чтобы они ее закончили как можно скорее, как можно успешнее. Ну, и все мы прекрасно понимаем, почему в последнее время участились вот эти истерические мольбы о переговорах. Да, Путину нужна пауза, и в том числе для сохранения своей власти. Конечно, вы знаете, вы обратили внимание, как его свои же пропагандисты сдают. У нас, мы можем сейчас даже показать выступление Захара Прилепина, Захара Прилепина, который, в общем-то, на одном из ток-шоу взял и выболтал все основные планы, которые Россия возлагает на возможные переговоры с Украиной. Давайте посмотрим, это очень показательно. Ну, нам последнюю мысль надо говорить, потому что все равно придется довоевывать. Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца. Семе Хасабюрт, 1997 года. Вот ровно та же история перед нами стоит. Но я думаю, что все это понимают. Ну, конечно, не мы такие одни умные. Понятно, что вот мы стоим перед очередным каким-то Хасабюртом, который придется потом доделать до финала. Все боятся при этом Минска-3. Вот вам и настоящая цена этих переговоров. Как вы думаете, Прилепин по дурости это ляпнул, вот это все? Или, возможно, его ртом осуществляется какой-то коварный план противников Путина? Да нет, но Прилепин ляпнул это по дуре. У него там умыта особо нет, как выяснилось. Да, ее талант в писателе, точнее, означает ум, который можно использовать в политике. Как это не звучит парадоксально, тем не менее. Но я бы не сказал, что он совсем прав. Путину надо выйти из угла, куда он сам себя загнал, как вот та крыс, про которую он там много раз рассказывал всему своему окружению, которую он видел в детстве. Он загнал себя в угол, ему надо как-то выйти. Как выйти? Вы правильно сказали, что его поражение военное означает его конец. Не прости ты, мой элит. Народ-то что там? Народ оболванен. Народ загнан по щелям, разогнан по щелям. Народ там находится в состоянии глубокой депрессии, угнетения и так далее. Ну, я не беру вот этих отмороженных, там их проценты, может, 20-25, которые там все еще его поддерживают, его военные, так сказать, потуги. А в целом понятно, что уже народ сейчас, так сказать, совершенно по-другому относится к войне и вообще к тому, что происходит в стране. Поэтому ему надо как-то перед элитами оправдаться. А как оправдаться? Он сейчас хочет усадить Украину любой ценой за стол переговоров, чтобы поторговаться с Украиной и мировой коалицией, украинским территориям. Пока он их удерживает. Пока еще есть чем торговаться. Вот почему у него эта истерика? Потому что пока еще есть чем торговаться, пока еще есть кому чего навязывать, это раз. А второе, это будет сразу показателем международного признания его героических путинских усилий, да, что он такой крутой, весь мир с ним переговаривается, несмотря на то, что коалиция в 50 государств помогает Украине достичь военной победы, все равно они вынуждены сесть с Путиным за стол переговоров. Вот он чего добивается. И вся элита скажет, ну да, крутой наш вождь. Да, он все-таки сумел победить 50 государств, усадить их за стол переговоров и начать с ними торг. Вот чего он добивается. И таким образом, если ему удастся что-то расторговать, чего-то выторговать, чего-то выцегонить, уж извините за непарламентские выражения, он выходит из войны, ну, каким-то, ну, может, ободранным, так сказать, общипанным, но таким петухом, который там гордок, так сказать, взирает на противника. Вот, да, он подщипан, ободран, так сказать, побит, но он гордый. И вот вы видели таких петухов, да, которые там кого-то победили, ценой вот того, что там потеряв половину оперения. Но, тем не менее, гордо смотрит и говорит, смотри, кто на меня. Вот примерно Путин хочет так же выйти из войны, как вот этот предполагаемый петух, сильно потрепанным, но все-таки победителем. Вот его план. И тогда он удерживает власть. И тогда он замыкает страну. И тогда он начинает ее там готовить к реваншу, к мести, к возможной. Это не произойдет сразу. Может быть, это не произойдет никогда в силу его возраста. Но он будет это делать. И, по крайней мере, он будет удерживать власть до конца, пока его там вперед ногами либо не вынесут там, либо из-за ремля естественным путем, либо каким-то неестественным путем. Вот, собственно говоря, план Путина, он совершенно очевиден, просчитывается на счет раз, два, три. Он абсолютно понятен. Захар Прилекин просто привычка к, так сказать, красному слову. Вот тут, с одной стороны, он выдает, как бы, так сказать, то, что не надо выдавать, с другой стороны, он, конечно, преувеличивает. Потому что общипанный, подрёбанный Путин на несколько лет точно заткнется и будет пытаться там как-то залезать раны. За это время либо там, ну, конечно, начнёт следующую войну, если он будет жив-здоров и будет управлять страной. Но запас времени у него даже физиологический. Мы все смертны, к сожалению. Никто ещё не придумал рецепт для вечной жизни. Поэтому, конечно, физиологический запас у него мы не знаем какой, но в любом случае он тает, как каждого из нас, каждый день приближает нас к тому часу, который мы все боимся. Вот, поэтому мы не знаем, когда ещё будет будущее. Но выползать ему из угла, ну, с точки зрения российской оппозиции, я бы призывал не дать ему возможности выйти из угла, потому что это грозит тяжелейшим последствиям для всего мира. Ну, будет Иран, Северная Корея, какая-нибудь Миннесуэла, какая-нибудь Центральная Африканская Республика, входящие туда клирикальные какие-то отмороженные режимы. Вот будет такая мировая умость зла, которая будет постоянно гадить человечеству, постоянно угрожать ему ядерной войной, постоянно провоцировать любые конфликты. Победа над Путиным меняет картину мира. Вот вы знаете, все время русские революции, они имеют, почти все, кроме 1905 года, пожалуй, они все имеют геополитическое значение. После каждой русской революции меняется картинка мира, даже географическая карта мира меняется. И вот нельзя оставлять Россию с Путиным, иначе мы получим серьезнейшую угрозу уничтожению цивилизации, частично или полностью, в самом ближайшем времени. Не Россия начнет войну, так начнет Иран войну какую-нибудь ядерную, предположим, или еще что-то. То есть эта поддержка России, она чрезвычайно опасна для мира. Сохранение России в качестве военной хунты, диктатуры, настроенной на реванш. Это огромнейшая будет ошибка всего мира, если они позволят Путину остаться у власти. Правильно Байден сказал, что его нельзя оставлять у власти. И это не оговорка. Это понимание неизбежности такого решения. Абсолютно с вами согласны. Спасибо вам за это включение. Геннадий Гудков, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке присоединялся к нашему эфиру. Спасибо огромное.